Друзья, ребята, всем привет! С вами, как всегда, Евгений. Я Алла Панюта. Мы сейчас отдыхаем в Египте, курорт Шарм-эль-Шейх. И, как видите, за нашими спинами находится мечеть. Это значит, что мы пришли в старый город. Да-да-да, именно пришли, не ехали, потому что мы живем в районе Хадаба, в отеле Шарм-Вотерфоллс-Резорт. Тур мы купили за 760 баксов на двоих на 7 ночей. Многие спрашивают, поэтому повторяю. Так вот, пришли в старый город. Первый момент, это, конечно же, просто погулять. А второй момент, у нас есть незавершенная миссия с прошлой нашей поездки. Какая же миссия? Помните, мы покупали креветки, килограммчик, и мы купили пополам. Вареную и на гриле. Я сказал в видосе, мы потом расскажем, какая вкуснее. Мы просто скушали и вам не сказали. И все спрашивали в инстаграме, в комментариях. Даже у нас стрим был, там спрашивали. И мы каждому, конечно, лично отвечали. Но сегодня мы решили купить три вида креветок. Не два, а три вида креветок. И прям устроим дегустейшн. Превратимся на вечерок в этот, как там, фуд-канал. Ну, у меня первое, что в голову приходит, знаете, славный дружий обломов, когда он делает славный обзор. Вот сегодня мы под него немножко будем косить. Попробуем, как оно, что оно. И еще желаем этого. Кальмара. Затарится? Правда, я не помню. Нам несколько отдыхающих советовали купить кальмар. Только я не помню, во фритюре или что? Во фритюре, да. Значит, во фритюре. Сегодня будет праздник живота. Как вы понимаете, ужин в отеле мы пропустили. Нет смысла поужинать в отеле, а потом куда я креветки топтать буду? Нет, я лучше нагуляю аппетит, приду и потом уже добьюсь, да. А сегодня здесь прямо представление. Музыка играет вовсю, живая музыка. Я не знаю, слышно ли меня, но я себя еле-еле слышу. Вот вам восточные массивы. Ади Алла, вот Алла. Алла что-то к музончику не идет. А почему вы не танцуете? Ну, такие партии. Ну да, музыка очень громкая. Скажи. Решили пока мы просто прогуляться, потому что вот это все представление было как раз около той точки, где мы покупали креветку. Там все танцевали, музыка играла, как мы там, чтобы заказали, чтобы мы вам там показали. Капец, меня все сбивают, все предлагают что-то купить. Поэтому мы решили подойти и заказать сейчас тростниковый сок. Нам все советовали. Вот, кстати, и сам тростник вот в таком виде. А вот и сама точка. По крайней мере, тростник мы там видим. Сейчас попробуем. Пока я общался с нашими зрителями около той точки, я даже не заметил, как Алла заказала два тростниковых сока с чем? С лимоном. С лимоном. Я еще не пробовал. Алла попробовала, сказала очень-очень сладко. Проверяю. Ого. Это же сахарный тростник. Сахарный тростник такой сахарный, что прям... Нет, кстати, лимон в кислинку придает и норм. А так бы было очень сладко. Стоимость 2 доллара. За 2 фреша. Ой, фреша. Сока что это? Фреш. Фреш? Наверное. Но он же тростниковый. В общем, доллар, штучка. Прохладненький. Сладенький. Во. Пока заказали сок, как видите, представление закончилось. И можно спокойно подойти уже к точке и заказать кривитосы. Но мы, наверное, сейчас... Здравствуйте. Здравствуйте. Мы вас видели по видео. Класс. Спасибо, что смотрите. Короче, сейчас допьем сок, а потом будем что-то уже заказывать. Чтобы не быть, как там, семидилуха, да? Есть такое слово? Если нет, я придумал. Поняли? Здравствуйте. А мы снова к вам. Как дела? Хорошо. Очень. Да. Серьезно. Да. А можно нам сегодня креветки трех видов? Что? Что-то? На гриле, вареное и кляр. Можно килограмм разделить на три. Ну, мы хотим устроить дегустацию, что лучше. Килограмм, батри, гриль, варит, кляр. Есть сырой. Надо сырой? Нет, сырой не надо. Хорошо. А что, почем? Какие сегодня? Это килограмм по 9, по 10, 14 доллар килограмм. Мы туда брали по 10. Есть лобистра килограмма 25 доллар. Хорошо. Нам еще советовали кальмар. Кальмар, килограмм 10 доллар, кальмар 10 доллар, мити 5 доллар килограмм, барабулька. Знаем барабульку. 10 доллар. Килограмм. Есть миног, килограмм 10 доллар. Окон, килограмм. Сколько? 14 или 10? Окон? Да. 14? 14, да? Нет, 14. 9 доллар. Что, 9? Да. 9 долларов? Серьезно? Серьезно? 9 доллар. Хорошо, 9 доллар килограмм. Есть сибас, килограмм 10 доллар. Есть дорада, килограмм 10 доллар. Есть и меди, маленький, килограмм 5 доллар. 5 доллар. Это что это? Кальмар 10 доллар. Ну мы сегодня креветку и кальмар. Хорошо. Килограмм килограмм, да? Да. 2 килограмма и 2 килограмма. Кальмар 1 килограмм грел, 1 килограмм грел, 1 килограмм кальмар. Это что, кальмар? Кальмар, да. Но нам креветки килограмм 3 вида, и тогда кальмар тоже, получается, 2 вида есть, да? 2, а не 3. Нас все спрашивают, что вкуснее, мы сегодня будем тестировать. Заказ мы сделали, теперь осталось погулять минут 40. Ничего, сейчас устроим фотосессию на фоне мечети. Правда, мы сделали заказ, а потом поняли, что-то мы психанули. Это же будет 2 килограмма еды. Мы тогда 1 кило креветок взяли, и мы не доели. Мы в холодильник закинули, а здесь еще и кальмар. Может, надо было на 2 дня разбить? Так что с вас теперь лайк. Ради вас стараемся кушать креветки и кальмары. Итак, мы взяли самые большие креветки. Да, мы взяли креветки те, что по 14 баксов, а кальмар по 10 баксов. Ну, он, в принципе, все цены озвучил на видосе. Я надеюсь, было слышно. Да, ничего, потестим, что да как. Ну что, ребята, пришло время устроить наш мегатест. Перед вами сейчас и перед нами 2 килограмма еды, килограмм креветок, килограмм кальмаров. Здесь у нас креветка вареная, на гриле в кляре. Кальмар у нас в кляре и на гриле. Начнем с чего? С креветок? Вот это, интереснее. Да. Мы начнем с кляра, потому что вареную и на гриле мы пробовали, а в кляре нет. А еще она просто почищенная. Берем и сразу кушаем. Хвостик есть. Вот такая же... Ну, хвостик есть. Ну что, приятного аппетита. Ну, что я вам скажу. Вроде бы, с одной стороны вкусно, но с другой стороны я больше чувствую вот эту темпуру, или как она называется, ну, обсыпку мука или что это, чем саму креветку. Ну, то есть, внутри креветка, конечно же, есть, но такое. Я бы попробовать один раз взял, но на постой я бы не брал. Ну, это ты, а мне понравилось. Тебе понравилось? Да. Тебя не смущало, что перебивается немножко вот этой темпуры? Видите, на вкус и цвет все фломастер разные. Примерно как сейчас мы приступим к вареной и на гриле. А еще, наверное, интересно в кляре, что большая. Мелкая, я думаю, не так бы вкусно была бы. Не, я просто имею в виду, что тут креветка большая, и кляра, ну, выходит на такой площадь меньше. Если была бы маленькая креветка, больше кляра, да, она не так бы вкусно бы была. Может быть. Это так. Дальше приступим к креветке. На чем? Давай на гриле? Давай на гриле. Я просто своей любимой вареной закушу. Но скажу изначальный итог прошлого раза. Аля больше понравилась на гриле. Мне вареная. Почему я топлю завареную? Потому что я в морепродукте люблю вкус самого морепродукта. То есть я хочу ощутить вкус креветки. А вот когда мы берем креветку на гриле, не отрицаю, она вкусная. Но здесь присутствует чеснок, что-то там то ли лайм, то ли лимон. Вот какая-то травка, приправы. То есть она приправленная и вот перебивается немножко вкус самой креветки. Но давай все равно же затестим. Надо же покушать на камеру, правда? Вам же так это интересно смотреть, как мы, негодяи такие, жрем креветку в два личика. Ладно, я кусочек отломаю, чтобы... Ну вот да, креветку. Вкус креветки, конечно, я слышу. Но я слышу и чеснок, и все остальное. Что я могу сказать об этой креветке? Ну, она какая-то немного суховатая. Подожди, ты сказала, тебе понравилось на гриле. Да, но в прошлый раз, наверное, из-за того, что она была немного меньше... Она была сочнее? Что-то ты путаешься в показаниях. Мне вот это, что сегодня мы взяли и приготовили, она суховата. Не, может, если было бы пиво или какой-то напиток, может, было норм, но реально... Но вот это мне больше понравилось. Да, мы сейчас просто на сухую это все употребляем, но как это будет за кадром, я вам не скажу. Но пива у нас нет. Да, пива нет. Но у нас есть яблочный сок. Я, правда, не знаю, как она, креветки с яблочным соком. Но у нас суховатость, это ладно, на сам вкус. То есть тебе нравится, когда есть приправы? Мне да. Видите? На вкус и цвет все фломастеры разные. Но все-таки мой топчик, топчик номер один, это креветоз. Какое выбрать? Давайте вот этот креветоз. Это просто вареная креветка. Просто в воду ее тяп-ляп, солька, либо что там есть. И все. Вкус морепродукта. Я сейчас тоже кусочек небольшой достану. Вот это прям то, что доктор прописал. Сочная. Вкус креветки. У креветки вкус креветки. То есть мой топ все-таки вареная. Не кляр, вареная, а потом. То есть у Аллы первое место кляр, вареная на гриле, а у меня первое место вареная. А это просто второе место. Я не буду делить, просто второе. Но в этот раз мы взяли большие креветки. Хотя нет, я наверное все-таки на второе место поставлю на гриле, а на последнее в кляре. Что-то мне... Ну, я не слишком слышу вкус креветки. Я слышу вкус кляра. Это вкусно, но если есть из чего выбирать, я выберу вот так. Приступаем дальше к кальмару. Это дело мы не пробовали. И на выбор у нас, напоминаю, в кляре и на гриле. С чего начнем? Давай с кляра. Там начинали с кляра, здесь с кляра. Ну да. С кляра. Что-то все большие. Да, что-то все такие большие. Это тоненькие. Еще вот это давай. Ну что я вам скажу. Ну, такая питательная штука. Я думаю, здесь примерно пополам поделили. Здесь полкило и здесь полкило. Но мне кажется, вот эти полкило на двоих вечерком вот так, выше крыши. Ну правда. Очень вкусно, но очень сытно. В принципе, морепродукт, белок. Что я вам скажу. Ну, мне чем-то напомнило вот эту креветку. Че они? Ну, немного есть. Да, и чуть-чуть жесткое. Чуть-чуть переготовили, наверное. Но ты дома вкуснее готовишь. Так, а мы дома тоненькие. Вот такие полосочки. Есть такие. Ну, короче. Дома мы тоненькие полосочки готовили. А здесь прям толстый кальмар. Понятно, что он будет немножко тугенький. Ладно. Че-то мы уже в кулинарию какую-то вкинулись. С нас такие эксперты. Мы просто кушаем и наслаждаемся. И последнее блюдо в сегодняшней подборочке. Это кальмар на гриле. Давай, тяни любой кусочек. Вот такой пускай будет. Оп. Да, если выбирать из двух видов кальмара. В кляре и на гриле. Я остановлюсь на гриле. Реально очень вкусно. Да, чем-то напоминает приправы. Как в креветке на гриле. Тоже присутствует какая-то травка. Какие-то специи. Походу чеснок тот же. Но здесь это только добавляет вкуса. Ну, тут мягкий. Да, мягкий. Но мне кажется, вот это к пиву лучше подойдет к кляре. Знаешь, когда приехал на отдых, вот это все подойдет к пиву. Просто, как мне кое-кто говорил. Ну, мы рассказывали, что кушали креветку. Мы делились впечатлениями и говорим, что мы, кстати, прошлый раз кило за раз не смогли утоптать. Мы еще в холодильнике держали остатки. Так вот, мы под конец уже кушали такие, типа. О, такой хвост, типа. А, пускай выбрасывается. То нам дома говорили. В смысле выбрасывается? Мы бы дома каждую эту... Достали бы. Каждую кусочек креветки. Я очень большой лингвист. Я вообще предводитель лингвистов. Мне в комментариях очень часто об этом напоминают. Итого. Наше мнение мы высказали. Но дегустировать на камеру это, конечно, может быть и красиво. Но охота уже прям... Полноценно. Да, полноценно. А не так, как это. Уси-пуси. Вот такое получилось у нас видео. Пишите в комментариях ваш топчик. Что вам больше нравится. Какой вид креветки гриль вареная в кляре. И какой вид кальмара. Как раз и сравним наши вкусы. Потому что если в кальмаре у нас мнения, в принципе, сошлись. То вот здесь вообще такой разнобой у нас салой. Места попутаны вот так, вот так, вот так. А еще подписывайтесь на наш инстаграм. Да. Кстати, подписчики моего инстаграм увидели вот это все намного, намного раньше. Так что если бы вы были уже подписаны, вы бы видели вот этот весь наш набор. Что да как и куда. Так что подписывайтесь. Там будет розыгрыш подарков среди наших подписчиков. Не забывайте в конце нашего этого тура. В принципе, на этом это видео мы будем заканчивать. Но впереди вас ждут все новые и новые выпуски с Египта. И вот чтобы их не пропустить, обязательно подписываемся на канал, лайк, колокольчик. И снова скоро увидимся. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok